Привет всем любителям бокса! В своих материалах о тренировках и питании чемпионов я рассказывал вам об эффективных методиках тренировок ведущих боксеров мира, а также об их принципах питания. И все эти материалы содержали положительные примеры. Кто-то набирал мышечную массу, кто-то успешно сушился, все были рельефные и атлетичные. Но далеко не все боксеры, даже уровни чемпионы мира, используют правильные принципы в общефизических тренировках и питании. И сегодня, на примере экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Руслане Чигаеве, я вам хочу привести пример как раз на мой взгляд ошибочной позиции. Вообще, сразу отмечу, что Чигаева я считаю неплохим боксером, который при своих довольно скромных для супертяжа габаритах имел весьма успешную карьеру и дважды становился чемпионом мира, уйдя на пенсию в 2016 году с послужным списком из 34 побед, всего трех поражений и одной ничьей. Внешне Руслан никогда не был рельефным, и атлетом, на которого хочется быть похожим внешне, его точно не назвать. Но, конечно, я понимаю, что в боксе внешний вид вторичен, а отсутствие рельефа у Татарина прежде всего связано с его природными данными, ведь по типу телосложения он по своей сути чистый эндоморф, для которого наличие лишнего жира неизбежно. А вот количество этого самого жира как раз и зависит от спортсмена, его тренировок и питания. И тут, наконец, перейдем к позиции Чигаева относительно своего рациона. Далее, цитата. Я буду боксировать в том весе, в котором хорошо себя чувствую. Я лучше работаю, когда питаюсь привычной мне пищей. Это знает и мой тренер. Он обжегся уже на этой теме, не только со мной. Поэтому рацион не будет подвержен существенным изменениям. В любителях я давал результаты, питаясь традиционной узбекской пищей. Я на ней вырос. Был, правда, период, когда мой вес поднялся 97 вместо обычных 91 килограмма. Но на то время, когда я стал его снижать, я получил череду поражений, так как боролся не с соперниками, а с весом. Профи, перед реваншем с Валуевым, мы тоже попробовали перестроить рацион. Одна сухомятина без соли и вкуса. Строго до грамма. Нет смысла пересаживать человека на чужую пищу. Радикальная перестройка питания скорее вредна. В Узбекистане едят много мяса, рыбы и птицы в узбекской кухне употребляются нечасто. Думаю, позиция Руслана теперь вам понятна. Несмотря на то, что по национальности он татарин, в последние годы карьера жил в основном в Чечне и Германии, но родился он в Узбекистане, национальную кухню которой и считает родной. А что такое традиционная узбекская кухня? Это очень калорийное питание, с большим количеством мяса, прежде всего баранины. Даже от этих названий слюньки текут. Манты, плов, самса, басма. Мммм. Мне даже захотелось стать узбеком на секунду. Поесть вкусное я люблю. Но черт побери, как эта кухня соотносится со спортивным питанием. Да, есть блюда довольно приемлемые по соотношению белков-жиров-углеводов, но большинство блюд излишне калорийны. Готовится с использованием масла, из не самых высокобелковых сортов мяса, который содержит много жира. Прежде всего, я об аранине. В межсезонье, более физически одаренные мезоморфы, типа Дэвида Хейли и Энтони Джошуа, могли бы позволить себе так питаться. Но явно не эндоморф Чигаев. В свои лучшие годы, Руслан не был прям жирным, и имел боевой вес от 102 до 105 килограммов. Хотя то, что в начале карьеры, при росте 185 сантиметров, он весил около 95 килограммов, уже означает, что лишнего он набрал. Но когда Чигаеву перевалил за 30 лет, обмен веществ замедлился, да и, пожалуй, мотивация была уже не так сильна. Вот тут-то, его немерное представление о питании и вышло боком. Его вес перевалил за 110 килограммов, а в худшем случае, достигал 113,5 килограммов. А такой боевой вес, не часто себе позволяли такие гиганты, как Кличко или Джошуа, рост которых за 2 метра. Кличка Чигаева была Белый Тайсон. И при примерно равных габаритах, Майк в лучшие годы весил 95-98 килограммов. А вот Чигаев в конце карьеры таскал на себе лишние 12-15 килограммов. И это была явно не мышечная масса. Во многом из-за плохой физической формы и излишней грузности были слабые бои с Акенда и досрочное поражение от Брауна, когда Чигаев тупо устал. А то, что Руслан жалуется на безвкусную диетическую пищу без соли, то это лишний раз говорит о том, что сам он в этом вопросе некомпетентен. А рядом просто не было специалиста. Ведь он не бодибилдер, чтобы полностью исключать из рациона соль. А на примере того же Владимира Кличко, имевшего в своей команде личного диетолога и повара, думаю, мы с вами уже поняли, что питаться можно не только здоровой пищей, но и очень вкусно. Чигаев же после завершения карьеры вполне сможет стать кандидатом во вторую часть моего рейтинга ТОП-10 растолстевших боксеров-чемпионов, первая часть которого набрала неплохие просмотры. Вот такой вот материал. Еще раз отмечу, что представленное выше мнение лишь мое. Я никому его не навязываю и готов поспорить в комментариях. При этом я отдаю должное весь по успешной карьере Руслана, ведь он нанес первое поражение огромному Валуеву, который был почти на 30 сантиметров выше и на более чем 40 килограммов тяжелее. В любом случае, жду от вас лайк за этот материал, так как это мотивирует меня. Подписывайтесь на канал, впереди много интересного. Дмитрий Моисеев, специально для Боксинг Бэцблога. Субтитры сделал DimaTorzok